Экономическая ситуация в Самаре оценивается как стабильная. Об этом говорили на заседании городского штаба по повышению устойчивости экономики под руководством главы города Елена Лапушкиной. В Самаре снижается число безработных. Есть достаточное количество вакансий, чтобы свести уровень безработицы к минимуму. Растет и количество объектов малого и среднего предпринимательства. Этому способствует наличие мер поддержки разного уровня – от федеральных, связанных с налоговыми и кредитными льготами, до муниципальных, среди которых снижение сумм арендных платежей. Большое внимание уделено имущественной поддержке предпринимателей. Департамент управления имущества предоставляется на льготных условиях в аренду 23 объекта муниципального имущества. Также осуществляет льготное предоставление помещений Самарский бизнес-инкубатор. В городе продолжают поддерживать и тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Например, из-за стихийных бедствий. За единовременные выплаты в прошлом году обратились более 3000 граждан. В этом году денежные средства получили уже около 1300 горожан. Специально вынесли этот вопрос сегодня на заседании штаба, чтобы еще раз рассказать людям о том, что такими мерами поддержки тоже можно пользоваться, потому что ситуации жизненные действительно бывают очень разные. Ну и достаточно большое количество людей, конечно, этими мерами пользуются и замечательно, что мы можем помочь. Продолжается в городе контроль цен на продукты первой необходимости в сетевых и несетевых торговых точках, а также на ярмарках. Сейчас наблюдается подорожание овощей из-за того, что зимние запасы кончаются, а новый урожай еще не подоспел. Но стабилизируется стоимость сахара и соли, потому что спадает ажиотаж. Наш с вами опыт по мониторингу минимальных цен в объектах потребительского рынка и ежедневном размещении в социальных сетях. Этот опыт признан положительным. Сейчас он тиражируется на все муниципальные образования. В любом случае это надо продолжать. Сейчас прорабатывается проект, что к продуктам первой необходимости добавится и минимальный список лекарственных товаров. Эта работа будет согласована с Министерством здравоохранения. Результат обсудят на следующем заседании штаба по повышению устойчивости экономики, который будет проходить регулярно. Андрей Горгуленко, Василий Калдашов. События.